день добрый и я немножечко необычно начну поскольку этот кусочек видео я снимаю последним уже через сутки вот и впереди где-то там вас ждет 40 минут разбора камеры снять у нее нижнего нижнего блока точнее нижней защиты чтобы посмотреть что внутри снять и левой защиты видеть она у меня уже прикручена обратно но еще не оклеена а вот смотрение там гляденье зырканье как работают значит механизм и и на данный момент я могу сказать что да все получилось и наверное здесь я еще раз скажу спасибо артему значит и его сайту про броники его телеграм-канал и про броники и внизу наверное даже в первом комментарии так будет виднее я оставлю ссылки на телеграм-канал и на сам сайт вот проблема была в том что с другой стороны вы через несколько секунд сами все увидите камеру меня пролежала ночь с утра я поставил еще в холодильник чтобы убедиться что точно например если это замазка была замазка смазка что все подмерзла и проверяем взводим срабатывает до 1 срабатывание все равно несколько затрудненное такое буквально какие-то доли секунд камера задумывается но нет никакого заклинивания я даже сказал что нет даже и первое срабатывание сравним со всеми остальными вот поэтому большое спасибо камера теперь в порядке вы будете смотреть или будете перематывать 40 минут как я ее разбираю потом будет еще один кусочек в чем же собственно говоря была проблема то есть для тех кому интересно про вот совсем совсем в чем была проблема лезьте в самый конец и я там буду показывать про детальку который вот здесь вот находится рядом с кнопочкой спуска вот под этой частью а ну еще есть шутс или как он шутс коротенький видосик как сделать вот такие вот кожаные ножки чтобы они не срезались не вылетали здесь раньше должны были быть резиновые насколько я понимаю не всегда терялись вот способ как и сделать если что как заменить все удачного просмотра пальцы пальцы болят здравствуйте здравствуйте сегодня без красивых заставочек не придумал собственно говоря там наверное уже что-то я написал в названии я еще не придумал что в названии но проблема с моей броникой и отца такова если она долго стоит на полочке сейчас вот на только руках только кубик как вы видите вот значит то шатается мне это не нравится сейчас секунду я его чуть-чуть подопру а то камера тоже бьется вот значит если она долго стоит на полке даже честно говоря даже если пару-троек часов прошло с момента съемки у него возникает такая проблема ты взводишь затвор нажимаешь на спуск ага вот сейчас он происходит ладно видимо она недостаточно долго стояла на полочке происходит следующий момент зеркало больше немножко поднимается вот примерно до сюда и замирает и спуска затвора то есть только вообще не шевелится потому что работа шторок на 4 начинают срабатывать только после того как само зеркало поднимется прижмется вот в этот вот прижимчик и вот здесь вот слева борта соответственно отпустит весь остальным механизм который работает на штурке вот и он вот так вот заедает в таком примерно положении и срабатывает мне приходится снимать объектив и поддавливать пальчиком и после этого он а вот так он заедает вот видите вот так он заедает пальцем подержал вот она подзаела да если я после этого так поддавливаю то все срабатывает вот так надо мне приходится делать перед каждой съемкой даже если как бы этом часок не поснимал и передвигаем с локации локации, то в идеале нужно отсоединить задник, снять объектив и снова удостовериться, что камера срабатывает. К сожалению, это как бы забываешь делать. И все такое. Понятно, что здесь залипают какие-то оськи и рычажки. Значит, я посоветовался с владельцем сайта Броника нашим отечественным. Также у него есть телеграм-канал по Броникам. Я вот здесь вот все внизу, вот здесь вот все внизу. Я вместо своих телеграм-каналов в этом видео я оставлю ссылки на все его. То есть на сайт. Подписывайтесь обязательно. Прекрасно. Наполняется там. Новые появляются, значит, статьи. Там, по-моему, даже можно заработать ролик пленки, написав хорошую статью о своей Бронике. Вот есть там такая акция. Заработаю ролик пленки 120. Если напишешь хорошую статью про свою камеру. Вот. И телеграм-канал обсуждается. Значит, какие-то новости по Броникам. Странно немножко звучит, но тем не менее. Всем брениководам очень рекомендую. Вот. Значит, он мне посоветовал все-таки снять нижнюю панель, потому что здесь проходят некоторые оси, в том числе и верхнего и нижнего зеркала какие-то из оси. Возможно, даже это проблема нижнего зеркала. Вот. Это абсолютный стрим, грубо говоря. То есть, я буду все это делать, потом так же выкладывать, не буду ничего монтировать. Вот. Поэтому я тоже туда лезу первый раз. Если вы это видео увидели, то есть, оно есть на канале, вот, то значит, что я его, что оно как-то закончилось, и мне был невлом его выкладывать. Так, что тут еще? Да, наверное, открыть и вынуть электрику сразу. Вот. Батареечка. Никаких винтиков нету. Пусть пока будет закрытым. Прямо на сове сделано. Кстати, если кто не замечал, вот эти вот три точки, они сделаны под резиновые ножки. Но я никак не сделаю эти резиновые ножки. То есть, у меня даже есть сырая резина, надо форму сделать или что-то, чтобы их спрессовать. Вот. Чтобы не ставить так жестко. Приклеено хорошо. Тут еще изначальный клей. Всегда надо снимать, стараясь не подрезать, не повредить, потому что прикольнее ставить родной. Это, кстати, не кожа. Здесь какая-то ребристая ребристая бнюшечка. Не знаю. Пошли вам увидим. Ну, я, конечно, предпочел бы, конечно, сохранить ее в целости, поэтому очень аккуратненько, по чуть-чуть, там где заедает, там подправляю. раз. Какой-то чехолечек. Я вот, к сожалению, вот на левый петипару когда настраивал, Ну, тут же какой-то маленький винтик еще есть. По всей видимости, крепит батарейный отсек. Ай-ай-ай, вот как раз о чем я и говорил. Начинаешь чуть сильнее тянуть, и она начинает где-то рваться. А теперь главный вопрос. Вот здесь есть винтик под этим кусочком кожи? Нет. Обширьки или нет? Я очень надеюсь, что нет. Ну, тоже под вопросом. Блин. Или залезть туда? Ну, вообще тут раз, два, три, четыре хорошие винтики. Что-то я не думаю, что они прям вот здесь есть. какие-то другие. Вот эти давай пока трогать не буду, постараюсь, потому что это, видимо, крепление просто крышечки. А, ну да, ну вот еще два винтика. Кстати, не факт, что они прижимают, но на всякий случай мы их тоже открутим. Я хочу сказать, что у меня тут еще операционка ставится, пролипать. Я иногда буду возможно отвлекаться на какие-то действия. не только с камерой. Ну, потому что, ну, как в чем-то. Скучно же работать без компа и без музыки, поэтому садишься и записываешь видео, чтобы говорить с невинными зрителями. Да что ж ты, зараза. Сейчас я как сниму и окажется, что нижний крепеж для задника можно было и не снимать. Сейчас узнаем. Да. Крышечка с крышечкой стыкуется просто по стыку, так что на будущее это можно не снимать. грязи тут есть. Теперь крутим четыре основных винтика. Напоминаю, только что я говорю во всех видео, если вы крутите, лучше всего делайте фотографии вот так вот. Винтик рядом с дырочкой, другой винтик рядом с дырочкой, потому что если потом будет много винтиков, чокнитесь, запоминать откуда какое. Так вообще все, все, все элементы, все процессы, даже сняли и вот так вот рядом детальку сфоткали. Потому что никто не знает в какой момент вы скажете, ой, блин, а как там было? Либо, скорее всего, вы снимете, у вас на кадре будет что-то, что вы не хотели снимать, не планировали, не в этой части. Будете там высматривать именно как оно там крепится. так, опа, опа, грязюки, ну это мы почистим. Да, вот видите, два винтика, они не мешают, их можно было не выкручивать. Так, продолжаем. Система какого-то спуска, что-то я побаиваюсь, если честно. Ага, вот он спуск. Вот он спуск, вот он замыкает. Видите, как все хитро. А вот где-то под ней проходят всякие оси. я не уверен, что если я ее сейчас сниму, точнее, тут в чем вопрос, что вот эта штука может быть частью, значит, этого, рамы. То есть, она может как сниматься, так и быть частью рамы. И вот что-то мне подсказывает, что еще вопрос, стоит ли ее трогать с места. Может быть, стоило бы с какого-нибудь из бортов подлезть. но там тоже нет доступа. А для этого у меня были старые фоточки, которые я не посмотрю. А почему? Потому что компьютер у меня на переустановке. Но у меня есть планшет. У меня есть планшетик, на котором есть диск, на котором я когда-то левый борт, это правый борт. Нет, левый борт не нужен. Тоже разбирал и все фотографировал. Поэтому можно посмотреть, как там, что крепится. Это верхняя часть, это все механизм спуска. Так, я вот светом выключу, потому что я ничего не вижу на фоточках. да, сбоку вниз не подлезть. Видите, он прям чики-пуки. Но мне продолжает казаться, что это зараза цельная рама. То есть, вот они уходящие туда оси. Этот бок. Вот возможно кто-то из них залипает. Где-то там под ним. Но это все левое. Это все слева, слева, слева. нету других вариантов снятия. Шкофор-то я снял. проблемка. Фоточки мне не дают никакого внятного ответа. Ладно. Возвращаем наш верхний свет. И о, попробуем снять батарейный блок. Он крепится на нескольких винтиках. Так, главное их еще раскладывать правильно. жестко сидят. Прям так не разболтываются. Давайте власти. за пинцетиком для болтовли. я люблю. Жиг и вылетел. Жиг и вылетел. Так, а тут я не тот выкрутил. пинцет. слишком больших болтов надо поджать. для недостаточно таких как надо болтов. Так, что, подцепаем вынимаем ячейку питания. легче легче мне от этого не стало. легче мне от этого совсем не стало, потому что это все еще продолжает казаться основной рамой. От основной рамы нельзя откручивать винтики, поскольку они нахрен тогда все отвалятся вниз туда. Вся эта бельбердистика. Давайте-ка я взведу и сделаю предподъем зеркала. Ага, вон там дырочки даже светятся. О, вон там ура светятся. Вон. Что это значит? Хрен бы знать, что это значит. Вот две лоськи, но я не вижу здесь других рычагов. Давайте-ка еще, наверное, выну. А, даже если я выну, но в зеркало упрется. я не знаю, может быть, может быть, может быть, имеет смысл сейчас вот эту жестяночку снять. Она вынется. Вот это вот. Она, возможно, закрывает оськи. Возможно, мне это чем-то поможет. Сейчас я спущу. Ну, посмотрю, они. О, они тут открыты, поэтому можно сделать вот так. Раз. Вынуть. Матываю. Помыть его заодно. Давно не мыл. И аккуратненько вот отсюда выкрутить вот эти винтики. Винтики похожи. Люблю, когда все на одинаковых винтиках. а то он заразом зайдет. Что-то куда-то улетело. Так. О! А тут нифига и нет. Вот здесь вот есть крепление А чего к чему кстати? Вот кстати плоский рычажок там вот видите вот здесь вот плоский рычажок вот этот плоский рычажок возможно как раз вот этот плоский нам возможно и мешает вот вот этот его не видно толком черненький на основе о сфокусировалось рычажок видим давайте посмотрим взводим взводим и спускаю посмотрим работает ли он да он как раз передает одно другому а что сделать если я его чуть-чуть подожму а ничего то есть он либо работает передавая вот сюда либо нет проблема не в нем смотрим смотрим кто не знает вот это этот прыгал еще раз делаем предподъем да тут у меня такой страшный упорчик самодельный для зеркала потому что такой слетел так что тут у нас есть еще куда бы можно было заглянуть а вот никуда здесь в общем-то больше особо ничего и нет здесь вот эти оси но они хорошо себя чувствуют есть вот эта держалочка но на ней кажется просто висит вот это вот светозащита на этих двух винтах висит просто вот эта светозащита она тоже ничего не решает и не рулит а дальше здесь только ребрышки светозащиты вот здесь вот тоже она вот видите такая вот вот эти ребрышки это тоже светозащита то есть чтобы лишний свет если он туда идет то есть не в камеру туда попадал и не переотраживался бился так сказать там рассеивался там не могу сказать что мне это нравится в смысле что где-то что-то идет не так давайте вот так вот спущу опять с пальцем она у меня потеряет скорость да проблема не вот в этой вот детальке она нормально доходит доверху исключительно вот в этом вот механизме возможно который вот там вот отвечает за движение зеркало сейчас подожму что-то в нем а с этой стороны его с этой стороны тоже какая-то его часть но как туда добираться я даже не знаю тут еще проблема вот в чем что я не могу каждый раз диагностировать потому что она залипает именно когда когда постоит я не могу между каждой итерации сделать перерыв блин в сутки и потом просто один раз проверять вот поэтому как бы тут поиск такой немножечко но вообще вообще вот я вижу вот зеркало оно как бы поднимается на вот этой продольной вот этой продольной дуги если вот тот рычажок который ее поднимает отпускает он залипает то мне снова придется лезть в левую часть ну потому что тут нет никаких осей или других рычажков которые могли бы залипать тут только вот тот вот рычажок который передает спуск от кнопочки к вот здесь вот механизму и все и между ними все то есть это вот уже действительно рама вот кнопочка как бы работает тут тоже без проблем это интересно кстати если я нажму а сейчас батарейки нет если я вот так вот зажму наверное будет не очень хорошо без типа вот этой передачи сейчас она вся работает на одной пятисотой а вот эта штука включает видимо электрику и соответственно как бы он замедляет насколько нужно срабатывание катушек то есть тут вот какой момент механически эта камера способна отрабатывать одну пятисотую то есть если например у вас или тысячную или тысячную короче самая высокая выдержка вот она может отрабатываться на ней механически а все остальные выдержки получаются с замедлением то есть тут-то механик сейчас работает вот даже без батарейки поэтому в принципе если что вы можете снимать на такой камере без батарейки просто как бы на самой короткой выдержке почему-то мне сегодня казалось что это пятисотая но возможно это тысячная вот понятно что не во всех условиях поснимается но тем не менее но это не решило проблемы моей поэтому я вот сейчас прикручиваю это все обратно ну крепежечку для батарейки я прикручу а кофр пока не буду естественно прикручивать защиту он может тоже обратно поставлю потому что она в общем-то ни на что особо не влияет вот это вот винтик что бы он там не крепил то есть в теории конечно можно посмотреть что вот эти шести винтиков крепят ничего не крепят вот они здесь это не раз два три то есть они а что вы крепите ребят какую часть вы собственно говоря крепите это одна и та же деталька а наверное не крепят они держат держалочку этих нижнего зеркала то есть хотя тоже нет что вы крепите вот эти четыре вообще ничего они крепят вот эту прижимку и все вот это вот а что под ней мы посмотрим что под ней сейчас только сначала эти винтики прикручу это кручу посмотрим что под ней это что же камеру разобрал и не посмотрел что ух ты то мне показывал остается полтора часа теперь у меня показывает остается 12 минут это как-то очень странно так ага вот эти четыре винтика хотя у меня ощущение что там просто гнездо а ну да они просто крепят вот эти две железочки в которых есть стальные гнезда потому что сам корпус алюминиевый а вот эта штука латуни или сталь и собственно говоря четыре на эту четыре на эту все задача раскрыта блин телефон дергается но это стол дрожит я на него периодически опираюсь извиняюсь так ну что ж тогда мне придется возвращаться к своему наболевшему к левому борту который я столько раз уже разбирал защиту ну защиту я наверное пока оставлю потому что надо будет посмотреть вдруг правда рычажочек что-то куда-то или за пальчиком его подергать придется не будем пока его дергать 12 минут ну ладно пусть система пока ставится а я буду благо здесь я крепил не так надежно как производитель клей за это время не успела деревенеть поэтому можно такое ощущение что кожух тоже надо уже как напрямую джуниор сделать на самоклейке каждый раз не дергать при этом тут немножечко неудобно то есть вот здесь эти рычажки вот этот рычажок там вот эти вот кнопочки тут у меня оторвано было при этом тут есть какие-то так сказать части которые можно отнести к загадочным артефактам древности сейчас покажу например так чуть-чуть 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 оп 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 как-то у меня слишком ловко получилось я даже думал что я опять все в хлам порву да так вот например вот здесь вот доступ к одному единственному винтику то есть он открывается когда снимаешь кожух не кожух это обшивку он даже закрыт вот такой вот монеточкой которые здесь приклеены сейчас вот понятия не имеет за что он отвечает но сейчас-то я уже не помню 4 винта это крепление значит синхро спуска а вот эти все винтики уже как бы ключевые ой сопли лишние с них сдеру может правда на самоклейку перейти на двухстороннюю самоклейку перейти в любой момент дюрк и все одно время я ходил когда я юстировал с незаклеенным левым бортом было конечно не очень эстетично зато если что мне не приходилось прям вот ух и это все причем вот здесь это как раз такая достаточно разношерстная разношерстная штука с винтами все больше этот меньше этот черный беленький может быть у них в сборочном цехе не было вот здесь вот один латунный почему именно он латунный только он единственный с плоской звенышкой понятия не имею просто так исторически сложилось что один из них латунный кто первый скажет потому что диэлект и кто-то проиграл странная шутка институтская так и почему корпус крепится именно таким здесь здесь каких-то произвольных местах и винтики но видим как бы ребята делали уже говорится куда влезет вот это вы видели все на предыдущих видео где я разбирал то тестер это блокировка зажима как хитро то есть чтобы не вылетал контакт он вставляется и самозажимается если надо его вынуть все они будут то надо нажать и он освобождается это у нас соответственно рычажки опять начали подзаедать предподъема зеркала механизм здесь ничего не делается вот дали ему год отсидел два выпустили досрочно а вы знаете есть шанс что я не знаю что здесь трогать в смысле что вот весь этот блок я уже перебирал видео есть на канале и я даже вытачивал вот здесь опаньки пружинка слетит слушай а может из-за тебя может это такая разболталась и ты слетела что-то я прям озадачился может быть все это исключительно из-за того что ты вот здесь слетела а вот там разболталась сейчас я ее посажу на место точнее там разболталась а ты слетел скорее даже такой процесс был я тут уже столько часов вот с этим всем провел что даже слушайте это правда очень похоже на некую стоп погоди это разве такая должна быть как-то она не так должна стоять кто кстати смотрел то есть вот это виталий вообще новое вытачивал потому что предыдущие это лопнуло хрустнуло просто при одной из переборок вот это вот могла бы заедать типа с каком-то времени ее поджимает да теперь я правда не знаю куда идти на что смотреть вы знаете что я сделаю видимо теперь я сейчас посмотрю по фоточкам как вот эта штука должна стоять потому что она куда-то улетела у меня уже я просто сейчас где-то тут был нет она стоит правильно но почему-то неправильно оно должно стоять как-то выше что ли она она при каком-то из взводов вот туда должна уходить давайте попробуем я взведу так это предподъем зеркала я так сделал ручками вот этот ручерок это предподъем зеркала но она вон та штука должна под нее уходить что почему то есть я чую что-то не так но не понимаю что именно в любом случае как бы вот этот винтик был разболтан то есть это прям вот показатель того что нехорошо да она должна быть ага нет или да сейчас погодите погодите вот так а почему тогда ты туда не поджимаешься она должна вот это вот это вот вот эта вот штука должна вот туда поджиматься и когда она вот туда поджата тут как раз все хорошо видите как все высокоумно давайте я вот так вот по нижней спущусь получу себя поинтереснее было видно то есть она вот так вот за него цепляется с какой стойки стороны а наоборот видите пружинка даже с одной стороны такая а с другой стороны кругленькая не шире шавыр обные люди делали не то что вы потомки обезьян как говорил заяц бо вот вот так она цеплялась и вот туда она запихивалась туда и вот так вот фиксировалась вот вот так этот узел выглядел потом ты вот это вот накручиваешь ай взяла и выскочила вот ладно это я сейчас еще раз запихаю или не запихаю а ты не запихиваешься да ты не хороший но я справлюсь я понимаю что вам ничего не видно и видосик уже на 40 минут а что поделать еще пальцем каждый раз задеваешь шторку она вот здесь рядом и каждый раз блин драгиваешь а ты ее порвешь да куда ты выскакиваешь каждый раз что за что за неуважение к собственному месту нахождения так сказать это что за неуважение к собственному месту нахождения вот вот она вот так вот она сидит вот так она к ней поджимается чтобы не улетала и вот так вот она сидит а видимо когда тут все разболталось я видимо вот здесь забыл залить клей сейчас будет чих вот оно наверное все дело было в этом наверное что мне остается теперь у меня остается ее в таком виде сейчас вот сюда накапать блин наверное сюда надо это накапать синего который вечно забываю что у меня есть синий вот вот туда его я надеюсь он сейчас прольется туда в очку в очку прольется и не даст ей больше откручиваться вот и наверное в таком положении я ее теперь поставлю на полочку куда-нибудь даже под холод возможно чтобы типа если это все-таки была смазка а не вот этот слетевший блок то мы бы это увидели и собственно говоря все не знаю что делать с этим видео в смысле я могу его это просто просматривающий моргалочки просто как бы хотя наверное пока оставлю на телефоне путь лежит и потом я досниму финиш и не буду идти по отдельному просто дождусь там дня два день два как это заработает и потом подмонтирую сюда главное чтобы байклауд меня не задолбал за это время кто любит эту фигню ну типа там теперь он всегда бесплатный всего 5 гигов поэтому каждый раз решить что у него не хватает места ну и все наверное кладем ждем очень надеюсь что это был вот этот глюк и теперь как бы все дальше будет работать потому что теперь ну надеюсь поживем увидим до встречи с вами через сколько-то секунд так в очередной раз спасибо к тому владельца администратора группы в телеграм-канале про сайтах Броника я напомню что там все будет внизу и сайта и его подсказка насколько я теперь вижу вроде бы оказалась рабочей да конечно мне придется еще несколько дней так сказать подождать посмотреть понаблюдать за результатами но сейчас я вижу ситуацию так в чем же тут в общем-то была проблема я тут видите даже приготовился снимать левую плоскость но он подсказал вот что вот здесь есть вот такой вот рычажочек точнее не рычажочек а скальзан стоит она где-то вот так и помимо всякого передает в кассету отрабатывает вот эту штучку он сказал что вот здесь пардон вот здесь вот здесь и вот здесь набивается грязь или там что-то она начинает залипать вот и из-за ее там обратного какого-то хода или прямого хода который не отрабатывается собственно говоря не подкручивается оказывается даже нижнее зеркало не верхнее вот этот рычажочек еще вот здесь вот зажимает собственно говоря контакты вот так вот как-то срабатывает вот я ее снимаю промываю даже полирую то есть я прошел полировальным этим резинопесочником полировальным снял тут было некоторое количество заусенцев и потом уже еще разок полирнул промыл естественно в спирту и уже без него отправил камеру опять в холодильник на часок охладиться чтобы типа все заработало и оно работает вот вот он действительно где-то вот как-то вот здесь вот передает не передает обратные усилия вот через этот рычажочек ну вот потому что если например его вот я сейчас взвожу спокойно и оно работает если вот этот рычажочек не сдвинул она даже не дает взводиться так вот сдвигаем тут что-то где-то то есть где-то видимо обратный ход этой пружины боролся вот здесь вот дикой грязюк я выкинул наверное вот здесь прям вычищал у меня ушло 4 по-моему ватных палочки здесь прям все было в хлам грязное вот поэтому сейчас я его поставлю на место да собственно говоря типа а и не показало может оно залипает как вы помните в предыдущей части видео которое я снимал там несколько часов назад я клал вот сюда палец не давая зеркалу дощелкнуться и оно точно так же залипало то есть оно оставалось в этом состоянии и вот сейчас каждый раз я кладу ногти вместо того чтобы положить подушечку пальца это боль и вот сейчас оно совершенно не залипает никак как бы я вот не пытался там подождать там несколько минут еще что-то оно стабильно отрабатывает то есть действительно дело было вот в этой вот скальзаночке которую я посмотрел типа ну она работает и все оказалось есть такая штука поэтому спасибо спецу тут вообще без вопросов вот человек как бы сечет что к чему неизвестно что вот здесь у меня за резиночка ну ладно вот поэтому я сейчас соберу механизмики и все равно поставлю его где-нибудь на сутки или там до утра например чтобы проверить не вернется ли эта проблема ну и в общем-то я сейчас практически уверен что все будет зашибись вот она здесь стоит на этих на винтиках вот я неправильно поставил вот так вот эти прорези под винтики вот и казалось бы казалось бы есть конечно вариант что в масле еще вот этот рычажочек где-то там может заедать но если честно там в такой заднице точнее я посмотрел вот здесь как бы как на него добраться это кромешная как бы тьма поэтому я очень надеюсь что заедает неон действительно вот чисто эта пластинка ну и опять же да будем знать о загрузилась компьютер кстати вот так если все будет нормально я подмонтирую уже этот кусочек который я сейчас снимал к большому кусочку вы это увидите но если будет ненормально будут еще сколько-то минут дальше сняты на всякий случай поздравьте меня про запас вот так вот работает Great flexible д оба тут остальных или а и